Давайте прежде еще раз похлопаем. Слава Богу! Замечательные песни. Какое ободрение! Евангелие от Луки, 22 стих. Давайте прежде помолимся. Господи, благодарим Тебя, славим Тебя, спасибо Тебе за этот день, Господи. Благодарим Тебя, что Ты привел нас сюда. Верностью Твоей благослови это небольшое слово вступления, Иисус. Поготовь наши сердца к основной пище. Благодарны Тебе, Иисус. Поклоняемся Тебе. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава. И здесь мы будем говорить о притче о любящем отце. Нету такого. На самом деле, да, многие говорят притча о блудном сыне, но мы видим, что здесь на самом деле скрывается другая, если можно так сказать, тема. Это притча о любящем отце, который любит своих сыновей и никогда не перестанет их любить. Итак, 22 стих. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. Итак, мы видим с вами, что сын возвращается уже к отцу. И какие мысли у него были по дороге домой? Наверное, такие мысли, что я уже все потерял. Все, что можно было потерять, я все потерял. И все для меня уже поздно. Если можно представить, то в картине, наверное, он думал себе как о разбившейся тарелке, которую уже нельзя склеить. А если и склеишь, там будут видны эти швы, и эта тарелка уже не будет годна к употреблению. В общем, мы можем подумать, сколько людей сегодня в мире думают таким образом, не зная или не слыша слова Евангелия от Господа Иисуса Христа. Он идет в таких мыслях и думает, какую же речь мне приготовить отцу. Но только он видит отца, и отец что делает? Тут же бежит к нему. И отец ему раскрывает совсем другую картину. Что уже не нужно что-то пытаться делать, склеить вот эту тарелку, которую пытаются люди в этом мире, образно говоря, склеить. А что отец приготовил? И отец приготовил сына своего, и хотя здесь не говорится о сыне, но отец приготовил сына своего для распятия за наши грехи, и также смертью его. Мы также умерли для того, чтобы родился новый человек, как говорится в Галатам во 2 главе 20 стихе, что уже мы не пытаемся склеить или выпрямить, или улучшить этого ветхого, естественного человека, чтобы предстать в хорошем облике. И он не может предстать в хорошем облике, но чтобы мы все время отождествлялись с Иисусом Христом. И когда он приходит в таких мыслях, что отец говорит, принесите лучшую одежду. Интересно, люди в этом мире пытаются одеть, давайте прежде скажем, что лучшая одежда, конечно же, имеет отношение к одеждам Господа Иисуса Христа. И эта одежда, конечно же, одежда святая, это святые одежды. Это не те одежды, в которых пытается спрятаться человек от незащищенности. Далее, и дайте перстень на руку его. Перстень символизирует, что он принадлежит этой семье, он член этой семьи Божьей. И также и мы с вами, у нас есть этот удивительный перстень, и любой, кто вошел в Божью семью, не может никак не стать в дальнейшем не членом семьи. Мы постоянные уже члены Божьей семьи, и никогда не станем сиротами снова в самих себе. И это удивительная привилегия и благодать Божья. И также и обувь на ноги. Обувь на ноги. О чем мы можем с вами тут поразмышлять? Обувь на ноги дана для того, чтобы ходить в ней. Правильно? Помните, как Адам пытался спрятаться и не ходить больше никуда. Мы же теперь уже не в самом себе, а кто? А Иисус Христос ходит в нас, и мы можем дерзновенно ходить в обуви, которую дает нам Господь Иисус Христос раз и навсегда. И Он дает эту обувь, и в Евреям 4-16 стихе говорится, приходите дерзновенно к престолу и благодати. И в соответствии с конференцией, которую мы слышали, словом, которое мы слышали, мы забываем заднее и ходим, простираясь вперед и стремясь к этой удивительной цели. Не нашей цели, слава Богу, а цели Господа Иисуса Христа. И так здорово осознавать, что это не мы ходим, а Господь Иисус Христос. Вот откуда у нас есть это удивительное дерзновение ходить и одевать, и не отказываться от обуви, от лучшей одежды и от перстня Бога, которые навсегда наши. Аминь. Аминь.